МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я объясню, почему. Такое право действительно законом. Он у сторон не есть, однако, на мой взгляд, другая сторона зло подрегляет своим правом процессуальным, на всяком случае, на использование данных записей в интересах конкретного дела. Записи проводятся для того, чтобы, к примеру, возможность потом послушать, посмотреть, уточнить что-то, если что-то забыли, и так далее, и так далее. В данном случае, мы имеем печальный опыт с господином Мамаевым. В судебных заседаниях по иску Кузнецова, где Мамаев представлял искусство Кузнецова к Фишеру, была произведена с разрешения суда аудиозапись. Аудиозапись была произведена, насколько мне известно. Затем данная аудиозапись была выложена, поскольку у нас господин Мамаев не только представляет интересный, но еще и ютубцом занимается. Значит, на его канал, на его ютуб-канале, где была выставлена моя фотография без моего разрешения, хочу дать внимание, под которой перевелся ряд оскорбительных для меня комментариев. Поэтому я полагаю, что в данной ситуации господин Мамаев использует содержание суверенного заседания и право на производство аудиозаписи в министериях, для которых это право законом не усмотрено. Поскольку статья 10-я гражданского кодекса предусматривает отказ в реализации права в случае сильнейшего злоупотребления правом. В данном случае я считаю, что господин Мамаев употребляет своими правами, осуществляя аудиозаписи. Обсуждается, извиняюсь. Хочу сказать, что это никакой образом не нарушает право благодарения вируса Мамаева, как представителя нас, законом и протоколом, поскольку соответствует законам досмотр поведения аудиозаписи и аудиопротоколирования. Данный человек испытывает ко мне личную неприязнь. Это вы обратили внимание, как только она зашла в кабинет к судье, взяв мою аппаратуру, отшвырнув достаточно дорогостоящую аппаратуру, я вам сделал замечание и на будущее мою технику, пожалуйста, руками не трогайте. Значит, то, что касается по существу заявленного ходатайства. Мы все-таки находимся в судебном заседании, которое открытое, и мы должны видеть, что здесь происходит. Видать общественному порицанию в случае, если какие-то здесь происходят незаконные действия. Я пользуюсь своим правом, которым я гарантировала Конституция, статья 29, часть 4, получать, распространять информацию, в частности, о судебном заседании, о том, каким образом у нас суды выносят решение. Если вам что-то не нравится, если вы посчитали, что где-то кто-то вас кого-то оскорбил, есть установленный законный порядок. Если у вас есть лично ко мне претензии, можете обратиться в суд и в суде доказывать, что я что-то ваше нарушил, там, вашу фотографию и тому подобное. Вынужден этот личный сэр Бор почему-то обсуждать в судебном заседании. Я в данном случае пользуюсь своим правом вести аудиофиксацию судебного заседания. Мой доверитель мне поручил это сделать, потому что это единственный способ меня перед ним отчитываться. Гражданско-постуальный кодекс предусматривает мое право вести фиксацию. Уважаемый суд, я с учетом пояснение и другой стороны хочу пояснить следующее. Если аудиозапись нужна господину Мамаеву или если вам она не признать, то она нужна для того, чтобы отчитаться, как мы говорим, своим доверителям, он мог бы эту аудиозапись и своего телефона, лицетофона, чего угодно, отправить непосредственно своему доверителю, господину Кузнецову. Он выкладывает его на своем YouTube-канале. Я еще раз говорю. В том числе выкладывает в мою фотографию как представителя, который давал какие-то пояснения, под которые набралось немало оскорбительных, я еще раз говорю, для меня комментариев. Буквально оскорбительных. Я не планирую сейчас озвучивать все это. При необходимости я думаю, что господин Мамаев он точно сам не подтвердит. Я думаю, что он делает это именно для этих целей, а не в целях соблюдения прав своих и подавидителей. Люди смотрят, да, они оценивают ваше поведение в предыдущих судебных заседаниях. Я думаю, в этом судебном заседании оценят. Ну, уважаемый суд, у меня просто реплика. Я не должен ни перед кем отчитываться, как я буду использовать свою аудиозапись. Я еще раз повторюсь, если у вас есть какие-то претензии, в том числе к тем комментаторам, которые вас оскорбляют, то вы знаете, что делать. Вы у нас бывший судья, мы не адвокат, не мне вас учить. Поддерживаете ли выходательство своего представителя? Я считаю, что это неправильно. Выставляется все в ВКонтакте, выставляется в Ютубе, мне пишут мои подруги, все это наружу, все. Поддерживаете ли выходательство своего представителя? Да, да. Так, поддерживаю. Хорошо. В сторону суд определил, поскольку не усматривается злоупотребимое право со стороны заинтересованного лица, при производстве аудиофиксации, учитывая возможность получения, в том числе, копии аудиозаписи, интересованного лицом, как и его представителям, буду предварительно заявлено выходательство отражать. Мною было до начала судебного заседания поданы возражения. На заявление о взыскании судебных расходов, естественно, я их прошу приобщить в материалах дела и под аудиопротокол огласить. Соответственно, если есть необходимость, я дам какие-то устные пояснения, отвечу на любые вопросы. Это первое мое ходатайство о приобщении возражений. И есть еще одно ходатайство. Второй адвокат, представитель моего подзащитного, Кузнецова, находясь в Санкт-Петербурге, подал касационную жалобу, сколько у него есть такие полномочия, и, соответственно, он заявил ходатайство, которое он предоставил сюда через ГАЗ правосудия, все отправлено. Я до начала судебного заседания зашел, сказал о том, что документы поступили, и чтобы они до начала открытия судебного заседания были приобщены и оглашены, чтобы суд рассмотрел по существу. То есть первый момент – это возражения мои приобщить, огласить, и второе – это ходатайство, которое поступило от другого представителя, также приобщить, огласить и вынести соответствующее решение по ним. Копия возражений на заявление о взыскании судебных просмотров вручается пожалуй, из-за стороны заявителя, поскольку безусловное право стороны заинтересованного лица представлять свои возражения судьбы для этого неохладательства, приобщен к представленным возражениям и безусловия на заявление о взыскании судебных просмотров не было не настоящего гражданского дела. Следующее ходатайство – это отложение судебного заседания от представителя Кузнецова по доверенности Горлова. Указывает о том, что 30 октября Кузнецова указана кассационная жалоба на решение Первомайского суда по гражданскому делу номер 24 2023 года и операционное определение Нурманского областного суда. В связи с тем, что данное дело подлежит рассмотрению судно-кассационной инстанции 3-го кассационного суда общей юрисдикции, для рассмотрения которого решение может быть отменено или неизменено, Кузнецов полагает целесообразным отложить рассмотрение вопроса о распределении судебных расходов до рассмотрения дела судно-кассационной инстанции. Просит суд отложить судебное заседание по разрешению вопроса о распределении судебных расходов на срок не менее двух месяцев и назначить судебное заседание по данному вопросу не ранее 30 декабря 2023 года. Обсуждается заявленная ходатайство, не ли вы, пожалуйста, стороной заявленный? Вы поддерживаете? Да, я поддерживаю. Хочу обратить внимание, что сумма достаточно большая заявлена. И обратное взыскание будет очень, скажем так, затруднительно с пенсионера. Поэтому я считаю, что нужно дождаться окончательного решения по этому делу. Я, скажем так, частично знаком. Я считаю, что то решение, которое было, оно неисполнимо. И думаю, что суд конституционной инстанции расставит точки и вынесет решение об отмене направления на новое рассмотрение. Потому что тот порядок общения с ребенком, который фактически говорит об изъятии ребенка на три недели, считаю, что это в принципе не может быть законным. Поэтому я прошу все-таки удовлетворить данное ходатайство в отложении. И поскольку в данное судебное заседание, насколько мне известно, сторона противоположная не предоставила документы, подтверждающие, фактически подтверждающие судебные расходы, соответственно, будет шанс их все-таки донести. Потому что суд выносит решение по имеющимся в деле доказательствам материалом. Квитанции, бланки строгой отчетности в деле не имеются. Вообще не имеется доказательства, что Фишер, истец, платила какие-либо деньги данному адвокату. Все документы, которые, по крайней мере, были заявлены, они этого не подтверждают. Более того, они противоречат самому договору, где четко сказано, какие должны быть документы. И как должно что подтверждаться. Ну, в возражениях у меня достаточно подобное об этом написано. Поэтому, кажется, у них будет шанс нарисовать эти квитанции, заплатить налоги и так далее. Уважаемый суд, я полагаю, что отборные законы и основные для отложения рассмотрения для рук существов судебные расходы заскидываются по ступере решения законной силы в основном законном партационном сроке. Решение сюда вступило в законную силу, то есть, что, с другой стороны, подана конституционная жалоба, не лечет, конечно, не производство по данному делу. Это первое. И, кроме того, в случае, если вдруг конституционная инстанция не согласится с принятием ранее судебными актами, то есть, может быть, такой механизм защиты прав с другой стороны. Это, по-моему, исполненное решение, точнее? Он заявлен на когда-то, что по отложению рассмотрения делаем на распределение. Я возражаю. Против отложения. Возражаю. По указу, ноя. В том числе и против приостановления. В том числе и против приостановления, разумеется. В том числе и против приостановления, разумеется. Должны будут отправлены в 3-й конституционный суд общей юрисдикции. Заявление о взыскании судебных расходов вместе со всеми предложенными документами, а также и возражения теперь уже находятся в материалах настоящего гражданского дела, поэтому судом выносится на обсуждение вопрос о приостановлении производства по заявлению о взыскании судебных расходов до возвращения настоящего дела из 3-го конституционного суда. Я возражаю. Поскольку, уважаемый суд, в законе отсутствует такое основание для приостановления. Уважаемый суд, я считаю, конечно, нужно приостановить. Если мы сейчас будем рассматривать данное ходатайство, вдруг ни с того ни сего появится частная жалоба. Мы прекрасно понимаем, насколько это может затянуться. А материалы дела все-таки должны, как вы правильно обратили внимание, в вратчайшие сроки уйти в конституционную инстанцию должно быть вынесено окончательное решение. Считаю, что необходимо приостановить производство по делу в части рассмотрения взыскания судебных расходов и дела передать на рассмотрение в конституционный суд. Уважаемый суд, я еще раз хочу сказать о том, что отсутствует как законное основание для отложения судебного разбирательства, поскольку все материалы по делу представлены. И стороной социальной заявлялась, что мы готовы еще что-то доносить. Мы считаем, что предоставили по делу все те доказательства, которые должны быть предоставить, и готовы по следствию отстаивать. В случае, если отсутствует отчет, что наши доказательства недопустимы, либо не подтверждают по следствиям, которые мы ссоряемся, ну, суд проект принесет решение об отказе от удовлетворения требований, это понятно. Значит, еще раз говорю, отсутствует основание каждой отложения. У нас присутствует представитель господина Куснецова, его права защищены. То, что у него еще 90 верит представитель, которые по разным причинам то являются, то не являются, это проблемы представителя. Еще раз говорю, направление дела в кассационную инстанцию не является основанием для приостановления, поскольку приостановляется дело только тогда, когда рассматривается другое тело, которое может повлиять на выводы данного суда, по данному делу. Это тот случай, когда одно повлияет на другое. Я уже пояснил, каким образом. Суд, кстати, в случае, это не помните, для принятия суда этого автора. А почему не направляйте справа на наследие? Зачем? По закону обязанности, все, что я обязан и должен, прощаю. Особенно вам. Особенно вам. Господин Маме. Все-таки смотрите видео, да? Я на вас смотрю. Я не знаю. Так что, что тут шелуйся здесь, плачешь. Соседи. Чего ж плачешь? Да вы же не видели, как я плачусь. Не видела. Не дай Бог помыли. Все равно, и слава Богу. Надо быть радостным всегда по жизни, правильно? Уж вы не переживаете. Да, мам. У меня с этим все-таки порядок. Ну, я не знаю, почему так, агрессируйте. Кто агрессирует? Чтобы я по отношению к вам агрессирует. Не знаете, кто я? Никто из ватника. Мамаева Владимировича. Никто из ватника. Да, вот вы никто, и звать у вас никак. Давайте за то, что вы так это... Реагируйте на меня. Давайте за то, что вы. Я же вас почти не замечаю. Только так, когда... Господи, почему? Когда вы до меня хотите что-то там докопаться. Я не знаю, только зачем. Я вообще к вам в принципе никак не обращаюсь. Обращайтесь в суд. Я завидел, как вы ко мне не обращаетесь. Хватаетесь, пытаетесь там судебно за... В заседаниях что-то подколоть меня. Даже, ладно, меня. Даже адвоката вашего коллега. Кого? Вас подколоть? Меня в частности. Вы вспомните, как у вас проходили судебные заседания. Господи, Мамарин, вы вот столько не стоите того, чтобы я вас еще подкалывала. Серьезно, что это? Так я сейчас думаю, не обращайте на меня внимания. А я не обращаю. Не переживайте. Вы целое судебное заседание сейчас посвятили этому. Это вы беспокойно живете. А я живу очень спокойно. Вы целое судебное заседание посвятили. Судья ваш улыбается. Давайте закончим, ладно? Закончим? Я не начинал. Закончим? Чего на закончим? Вы закончили сами? Нет. Мы тогда начинаем, конечно. Конечно. Вы же со мной общались. Я же не могу просто так закончить. Больной человек, честное слово. Серьезно, что ли? Конечно. А вы доктор? Вы у нас и судья, и адвокат, и доктор, и психолог, да? Не все? Перечисляем. Какие еще у вас функции есть? Все? Нет. Ну говорите, давайте. Вам скучно? Нет, нет, ладно. Ну идите, поговорите с кем-то. Пойдемте вместе. С вами? Конечно. Ну а что так? Я еще не падала на суд, чтобы с вами с тобой. Вы же приглашаете куда-то выйдет. Они говорят, что записывали, так а потом вываживаете. Так вы сказали, что хочет, вы скажите. Других несутоков нет, чтобы решать свой вопрос с другим. Какие вопросы? Я точно так же, как и вы, делаю свою работу. Но вы бы даете еще и пищу. Свою работу надо знать. А вы ее не знаете. Я знаю. Вы ее не знаете. Знаю. Да ноль юридически. Ноль. Ноль. Да я вас за пояс заткну, понимаете? Попробуйте. В юридическом плане. Попробуйте. Я просто вижу, что вы, видать, привыкли в свое время, не зная законов, я не зная, как вы вообще попали на должность судьи. Вы ограбите меня, господин. От общения с этим бесподином. Вы ограбите меня. Вы не общаетесь. Мне нравится общаться. Что ему еще сделать? Пока не стоит. Да что еще мне сделать? Вы не общаетесь со социальными, кто-то разговаривает? Я с ним не общаюсь. Вы все? Все, правда, видите? Все как все решилось. Я думал, вы решили выйти. Вы же в себя ведете неграмотно. Вы же знаете, что сударный пристав ничего не сделал. Любовь ты не такая. Постарименько. Когда судьей были. Нет? Давай указание судебным приставам. Отчинитесь. Вы не судья. Да-да-да. Да-да-да. Так что приземляйтесь. Я просто удивляюсь, как вас нашли в плане таких дорогих услуг. 220 тысяч. Заявленный судебный расход. Вам вообще не смешно? А что не лям? Вы стоите столько? 220? Ну, это правильно. В следующий раз просто молчите. Оглашается определение 30 октября 2023 года. Первомайский район суд города Моменска в составе председательствующего судья Сониным, пресекретаря Кучеренко с участием заявителя Фишер, представителя заявителя Тимофеевой, представителя заинтересованного лица Мамайова, рассмотрела в этом судебном заседании заявление Тимофеева Антонина Владимировна, действующей от имени и в интересах Фишер Галины Анатольевны, на взыскании с Курницова, Львая Геевича, судебных расходов по гражданскому делу номер 24 2023 года, в руководстве статьями 215, 224 и 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определил производство по заявлению Тимофеева Антонина Владимировна, действующей от имени и в интересах Фишер Галины Анатольевны, от взыскания с Кузнецова, Львая Геевича, судебных расходов по гражданскому делу номер 2-4 2023 года, приостановить до рассмотрения 3-м консоциальным судом общей юрисдикции консоциальный жалоб Кузнецова, Львая Геевича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова